Ах, дороги, придаток в нас, Холодовь, тревоги, стекло буря, Выстрел я... Накануне праздника Победы в Белгороднестровском Центре культуры и Досуга прошло торжественное мероприятие. Поздравления от первых лиц города, от военнослужащих и ветеранов. Концертная программа, подготовленная силами местных артистов. Право открыть вечер предоставили ветерану, депутату городского совета, почетному гражданину города и председателю городского совета ветеранов Борису Никитичу Ставрову. 1418 дней и ночей шла величайшая битва, которая по своим размерам и жестокостью, характеру и жертвам не знала мировая цивилизация, взяв всю историю своего существования. В этот день было окончательно повержено в арморство и насилие, восторжествовало справедливость и добро. Сегодня мы вспоминаем всех тех, кто остался на поле сражений, умерший от ран, был замучен консул и веряк. Все, кто отдал свою жизнь, оставил право быть свободным. Очень дорогой женой была оплачена победа. Фронтовиков и тех, кто трудился в тылу в годы войны, а также остальных горожан, для которых этот праздник является значимым событием. Поздравил и мэр. В Белгороднестровском к 9 мая готовились всей громадой. Убирали улицы, садили деревья и цветы. Особое значение имеет и мемориал славы. Его реконструкцию приурочили к 70-летию победы над фашистами. Свобода Украины сейчас немыслима без победы в той войне, сказал Игорь Нановский. Оставаясь верным идеалам Великой Победы и памяти павших своих побратимов, вы и сегодня вносите неоценимый вклад в жизнь города и патриотическое воспитание молодежи. Ваш подвиг в наших сердцах. Уроки истории не даются даром. Их нужно помнить, сказал в своем выступлении представитель понтонно-мостового полка. Солдаты и офицеры этого полка принимают участие в проведении антитеррористической операции. Вы выстояли и выдержали с 41 по 45. Получится и у нас, уверен военнослужащий. На жаль, сьогоднішні поколения военнослужащих уже на себе відчули, что такое война. И тому они, как никто, понимают тех, кто в период с 1941 до 1945 роков боролся с навалою фашизмом. Действительно, для того, чтобы победить наши предки, наши предки, наши предки должны были иметь в себе много мощности, патриотизму, уважение, других важных якостей. И победа, которая пришла на нашу землю в траве 1945 року, довела, что на наше счастье у них, у вас, наши дорогие, шановые ветераны, все это было. И це допомогло вам вистояти і перемогти. Сподіваюсь, що сьогодні ці ж самі риси допоможуть перемогти і нам. Пары кружаться в танці под аккомпанемент духового оркестра на площадке танцевальній 41-й год. Концертна программа провела зрителей от начала войны до її завершення. На площадке танцевальній 41-й год. Музыка тих лет, военные песни, вальсы и марши, стихи и танцевальные композиції в исполнении местных артистов. 40-е годы и современный 2015-й, между ними десятилетия. Но чувства и переживания людей не изменились и понятны, тем более сейчас. Ах, война, что ж ты стены путлые, стали тихими нашими дворами. Наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. На пороги едва помаячили, и ушли за солдатом, солдат. До свидания, мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьтесь, будьте высокими, не жалейте ни боль, ни гранат. И себя не щадите ни боль, и все-таки постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты путлые сделала? Ангелина Савенкова, Анатолий Лукинчук, Виссарабия ТВ. Анатолий Лукинчук, Виссарабия ТВ.